Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как установить Google Play Store на Windows 11. Еще пару месяцев назад было невозможно запустить Google Play Market на Windows 11, но появился способ, благодаря которому можно полноценно запускать Android-приложение из Google Play Store на Windows 11. Процесс установки не очень сложный, а результат стоит потраченного времени. Итак, начнем. Хотелось бы напомнить, что мы не несем ответственности за возможные в сборе программного обеспечения, но лично я не обнаружил никаких ошибок или сбоев системы. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Прежде чем перейти к загрузке и установке, необходимо посмотреть, включены ли на компьютере дополнительные функции, такие как Hyper-V и Virtual Machine Platform. Для этого переходим в пуск. В поисковой строке пишем панель управления. Переходим в пункты программы и компоненты. Далее, заходим во вкладку «Включение или отключение компонентов Windows». В окне «Компоненты Windows» устанавливаем флажки напротив Hyper-V и платформы виртуальной машины. Нажимаем «Ок». Система попросит перезагрузить ПК. Перезагружаем. После чего удаляем подсистему Windows для Android, если она была установлена до этого раньше. Делаем это для того, что мы будем ставить новые подсистемы. Чтобы удалить, открываем меню «Пуск». Ищем «Windows Subsystem for Android». Нажимаем правой кнопкой в мыши и удаляем. Далее нам нужно включить параметры разработчика Windows. Открываем «Пуск». Переходим в «Параметры». После чего во вкладку «Конфиденциальность и безопасность». Затем в раздел «Для разработчиков». И включаем режим разработчика. В плавающемся окне нажимаем «Да». После этого нам понадобится загрузить пакет WSA. Это модифицированная версия Windows Subsystem for Android. Переходим по ссылке в описании и скачиваем. Все ссылки и команды я оставлю в описании под видео. Распаковываем загруженный файл в любое расположение. В дальнейшем нам надо будет указать путь к файлу из этой папки. Запускаем PowerShell от имени администратора. Кликаем правой кнопки мыши по меню «Пуск». И открываем терминал Windows от имени администратора. В командной строке прописываем команду. И указываем путь к расположению файла. Чтобы быстро получить путь к расположению файла, переходим в папку с файлом. И кликаем на него правой кнопкой мыши. Выбираем «Копировать как путь», чтобы скопировать путь к файлу в буфер обмена. Переходим в командную строку. Вставляем наш путь. Нажимаем Enter. Приложение WSA будет установлено по завершению. Ирлэк будет в меню «Пуск». Теперь нужно скачать пакет SDK Platform Tools. Для этого переходим на соответствующий сайт по ссылке в описании. Распакуем zip-архив в любую папку. Затем нажимаем «Пуск». Переходим во вкладку «Все приложения». Открываем наше приложение WSA. В разделе «Режим разработчика» передвигаем ползунок. Теперь нам нужно открыть опцию «Файлы». Открываем. В появившемся окне нажимаем «Продолжить». После чего появится запрос «Брандмауэра». Нажимаем «Разрешить доступ». Затем напротив вкладки «Айпи адрес» нажимаем кнопку «Обновить». И копируем его. Обратите внимание на адрес в разделе «Developer Mode». Он должен быть таким же и у вас. Далее переходим в папку, которой извлечен наш пакет SDK. Зажимаем shift и кликаем правой кнопкой мыши по свободному пространству папки. Выбираем пункт «Открыть в терминале Windows». Теперь выполняем команду и вставляем наш адрес. Жмем Enter. После чего прописываем еще одну команду. Видим, что ADB подключен. Вслед за этим нам нужно авторизоваться в магазине Google Play, выполнив три команды по очереди. Теперь входим в свою учетную запись Google. Теперь можно приступать к установке любимых игр, приложений, таких как TikTok, Instagram, YouTube и так далее. «Открыть в терминале» 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 Продолжение следует... Как видите, все работает. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.